Вот. Значит, ну давайте я скажу пару слов про то, чем машинное обучение отличается, допустим, от эконометрики. Это такой немножко философский вопрос, потому что решают они очень похожую задачу. Они строят модель, которая позволяет, с одной стороны, обучиться на данных, то есть использовать какие-то данные для подгонки своих параметров. А, с другой стороны, эта модель должна уметь предсказывать значение одних параметров по другим параметрам. Но акценты, которые эти две науки расставляют, они довольно сильно разные. В эконометрических моделях, значит, эконометрик у вас, я так помню, еще впереди сейчас у вас статистика, статистика какая-то у вас, наверное, уже должна быть, да? Вот. Значит, в эконометрике содержательная задача сводится к тому, чтобы построить какую-то модель, которая бы отражала реальные причинно-следственные связи. То есть, например, у вас есть какие-то данные по куче стран в разных странах, допустим, там, я не знаю, разные уровни проникновения сотовой связи, железных дорог и еще чего-нибудь, и вы смотрите, как там это все влияет, я не знаю, на уровень развития демократии или наоборот. Вот. И вообще экономика интересуется причинно-следственными связями, то есть ей интересно именно отвечать на вопросы, типа, как одно влияет на другое. В общем, направление связи важно. При этом важно, чтобы те модели, которые, кстати, получались, чтобы они были бы понятными, интерпретированными. То есть, если вы можете показать, например, что у вас, скажем, я не знаю, строительство 10 километров железных дорог, увеличивать, там, уровень счастья на одну десятую или что-нибудь в этом роде, показать именно в таком стиле, то это, как правило, для вас хорошо. То есть вы хотите ответы вот на такого типа вопроса. Ну, в принципе, это так оно примерно и развивалось, то есть как получать ответ на такого типа вопроса. Но если мы предполагаем, что у нас при каждом строительстве 10 километров дорог уровень счастья увеличивается на одну и ту же величину, то это означает, что мы предполагаем, что у нас есть просто такая линейная зависимость. И, значит, долгое время вся наука, связанная с построением этих предиктивных моделей, она развивалась именно вокруг построения линейных моделей или каких-то их обобщений, каких-то их вариантов. Ну, начиная с простейшей линейной регрессии, которая появилась как раз на зале статистики. Вот. И потом появились компьютеры и появились новые вычислительные мощности. И, в частности, выяснилось, что одно из преимуществ, которое было у таких остановительно простых моделей линейных, а именно возможность посчитать все, что можно просто руками. Линейные модели хороши тем, что они вот просто просчитываются до конца. Нет ничего сильно сложного вычислительного. Вот. Но вот оказалось, что теперь у нас есть компьютеры, и мы можем строить гораздо более сложные модели, отказаться от условий линейности и делать все, что угодно. И это привело к тому, что появилась наука, которая, во-первых, не ставит своей целью, по крайней мере, большая часть не ставит своей целью делать модели предсказуемыми, при этом сильно расширяет спектр тех моделей, которые используются. Используют не только линейные модели, но и всякие другие. И активно используют компьютеры. И, в частности, в связи с этим возникают вопросы чисто компьютерного характера, а именно, как бы нам сделать такие модели, которые было бы легко реализовывать на компьютерах, быстро обсчитывать и так далее. В частности, развитие всей этой науки привело к тому, что задачи, которые оказались абсолютно нерешаемыми 20 лет назад или даже 10 лет назад, сейчас легко решаются. Некоторые задачи, ну вот буквально в прошлом, по-моему, году была новость о том, что некоторые задачи, связанные с моделированием третичной структуры белков, сворачиванием, с тем, как белки сворачиваются в пространстве, что эту задачу удалось решить, ну, по крайней мере, сильно продвинуться, как раз очень продвинутыми методами машинного обучения, но именно с помощью алгоритмов, основанных на данных, а не алгоритмов, основанных чисто на каких-то моделях умозрительных. Вот. И это был, по крайней мере, ну, я не знаю, я не специалист в этой области, но, по крайней мере, то, что я читал в прессе, было видно, что это прям такой прорыв. Штука, про которую эксперты говорили, что она, скорее всего, не будет решена при их жизни, вот была решена буквально на днях. Но надо сказать, что еще в каком-нибудь там 2010 году, 10 лет назад, очень сложная была задача сделать алгоритм, который бы отличал фотографию кошки от фотографии собаки, даже вот каких-то типичных фотографий кошек от фотографии собак. Ну, сейчас эти задачи решаются легко, ну, там, благодаря развитию продвинутых методов машинного обучения, всяких нейросетей и так далее. Мы вот всех этих продвинутых вещей не будем касаться вообще сейчас, а я просто покажу, как устроены простые методы машинного обучения. Но, тем не менее, они, несмотря на то, что они простые, это такой хлеб многих аналитиков, которые много где работают. Значит, мне для этого понадобится библиотека, которая называется Scikit-Learn. Давайте я напишу, как ее поставить. Наверное, вот так. Да, у меня она уже установлена. Интересно, почему она 0.0 называется. Ладно, надеюсь, что заработает. Может, и надо вот так ставить. Ладно, так тоже работает. Вот. Ну, давайте мы попробуем что-нибудь из этой библиотеки сделать. Значит, давайте я... Во-первых, мне нужно Pandas. Давайте импортируем каких-нибудь моделек. Я начну с простых, чтобы было понятно, как все это работает. А именно я возьму просто Linear Regression. И давайте еще... Давайте вот эту штуку. Да, в не очень хорошем виде она тут записана, но ладно, сейчас мы с ней разберемся. И я сейчас найду где-нибудь этот датасет быстренько в другом месте. Уже видит CSV-шки. О, давайте отсюда возьмем. Сейчас я пришлю. Значит, смотрите, это какой-то достаточно классический датасет. Здесь есть информация про разные объекты недвижимости, которые находятся где-то в Бостоне или недалеко от Бостона. И давайте я покажу описание этого датасета. Хорошо. Можно, собственно говоря, его отсюда посмотреть. Значит, вот у нас информация про строчки. Точнее, про столбцы этого датасета. Ну, здесь видно, что здесь есть, собственно говоря, цена соответствующих объектов недвижимости. Здесь есть всякие их характеристики. А, ну, это, значит, видимо, какие-то пригороды Бостона. Значит, здесь есть уровень преступности в соответствующем городе. Есть какие-то количество бизнесов, которые там находятся, точнее, пропорции этих бизнесов. Ну, в общем, короче говоря, есть какие-то данные, которые теоретически позволяют. Эти данные, по идее, должны влиять на то, какая будет стоимость недвижимости в этом пригороде. И, соответственно, наша задача состоит в том, чтобы научиться предсказывать по всем вот этим переменам, которые у нас есть, научиться предсказывать соответствующую стоимость. Надо сказать, что такая задачка довольно типична. Ну, например, если вы делаете какую-нибудь штуку типа цена, то вам хорошо бы иметь какую-то модель, которая умеет предсказывать стоимость данного объекта недвижимости. Это всегда нетривиальная вещь, потому что в эту стоимость включается огромное количество информации про окружение этого объекта недвижимости, про его состояние, вообще все что угодно. Тут, по крайней мере, какая-то информация есть про окружение, и вот мы хотим эту информацию использовать для того, чтобы научиться предсказывать стоимость. Вот. Ну, давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Давайте я начну с какой-нибудь очень простой модели. Давайте возьмем какую-нибудь переменную, про которую мы верим в то, что она влияет на стоимость. Ну, и давайте я в качестве переменной хочу взять какую-нибудь числовую переменную, потому что здесь есть, здесь в основном переменные числовые, но была, кажется, еще какая-то, были какие-то не числовые переменные. А, вот. Значит, здесь есть переменная, которая показывает, что данное место находится там рядом с рекой Charles River. Вот. Ну, вот давайте возьмем какую-нибудь переменную и посмотрим на связь с вот этой штукой. Ну, на самом деле мы можем просто начать с того, чтобы нарисовать кучу scatterplot и просто на них посмотреть глазками. Давайте мы это сделаем. Есть. Значит, есть. Скаттер. Сейчас. Забыл, в какой библиотеке это есть. Значит, мне нужна штука, которая называется Scatter Matrix, которая позволяет... А, Pandas Plotting Scatter Matrix. Которая позволяет построить все попарные scatterplot. Скаттер-плот. Да. На таком масштабе что-то не очень видно. Давайте мы сделаем побольше картинку. 10 на 10. Очень много переменных. Так, ну что, это на самом деле, это на самом деле матрица, а мне нужны... А я хочу от этой матрицы посмотреть только на одну строчку. Я хочу посмотреть только на цену. Значит, где она здесь? Медвэ, вот эта вот, видимо, штука. Значит, давайте посмотрим, какая из этих картинок показывает в наибольшей степени хорошую корреляцию с этим самым медвэ. Ну, вот, кажется, вот это. Значит, что это такое? Это... РМ. Ну, давайте на него посмотрим, что это такое. РМ. Среднее количество квартир на... Грэдлинг, это что такое? На один дом, что ли? Ну, окей, давайте возьмем эту переменную и попробуем научиться предсказывать, зная только эту переменную, попробуем научиться предсказывать цену. Значит, для этого я использую штуку, которая называется linear regression. Ну, собственно говоря, это очень простая вещь. Это, если вы вдруг никогда не слышали про линейную регрессию, хотя я сильно сомневаюсь, это просто история про то, что мы пытаемся провести прямую линию так, чтобы она бы на лучшем образом соответствовала нашим данным, то есть более-менее проходила вдоль вот этого направления. Ну, технически это заключается в том, что мы минимизируем сумму квадратов отклонений от этой самой прямой линии до наших точек. Ну, давайте посмотрим, как это происходит. Эскалер, он такой очень объектно-ориентированный, и нужно сначала создать объект, который называется estimator. Это как раз такой, собственно говоря, тот объект, который мы будем обучать, и тот объект, который будет нам предсказывать что-то. Значит, и ему нужно скормить две величины. Значит, ему нужно скормить x – это то, почему он учится, почему он предсказывает. В данном случае я в качестве x ему скормлю просто data frame, который состоит из единственной колонки. в этой колонке будет написано только столбец RM. И Y – это наш target. У нас target – это та переменная, которую мы хотим предсказывать. И она сейчас будет вот этим вот самым median value. Как вы думаете, почему я здесь поставил две скобки, а не одну? А вот здесь одну. Он может, чтобы указать, что на что берется регрессия, x на y или y на x? Ну, да. На самом деле, просто дело в том, что у меня… Это я сейчас укажу отдельно, когда я буду функцию вызывать. Я поэтому две перемены назвал по-разному. Но действительно есть некая разница между x и y. Дело в том, что y – это просто одна колонка, а x в качестве x могут быть несколько колонок. То есть мы можем использовать несколько значений разных переменов для того, чтобы предсказывать y. Соответственно, я… Значит, в качестве x от меня scikit-learn ожидает какой-то двумерный объект, табличку. Ну, вот я ей скормил табличку, а именно табличка, которая состоит из единицного столбца. А y является просто serious – это одномерная штука. Ну, давайте мы сделаем fit. Значит, собственно говоря, вот когда я делаю вот эту команду regro.fit, как раз и происходит то, что в машинном обучении немножко пафосно называется, собственно говоря, обучением, а то, что… Я не знаю, как это называется в эконометрике, прогнать регрессию, что-то в этом роде. В общем, короче говоря, тут определяется, как бы находится коэффициент той самой прямой, которая будет наилучшим образом приближать наши данные. Ну, давайте посмотрим, что получается. Значит, давайте я сейчас нарисую такую картинку. Значит, вот я хочу нарисовать. Значит, вот они, наши данные исходные. Кстати, здесь можно заметить, что, по всей видимости, они обрезаны сверху. Вы видите, тут по величине 50 явно что-то странное происходит. Скорее всего, они сверху обрезаны, то есть, что все значения больше 50, значит, считаются, что они равны 50. Ну, ладно. И давайте я сейчас попробую нарисовать на этой же картинке нарисовать предсказание нашей модели. Ну, проще всего сделать так. Проще всего… Давайте я просто сделаю такую штуку. Только здесь нужно так сделать. Ну, вот, собственно говоря, вот она наша регрессионная прямая. Я думаю, что таких картинок вы насмотрелись уже в своей жизни, даже если вы никогда не проходили никакую эконометрику или еще что-нибудь подобное. И реально вот это самое простое, что бывает, наверное, в машинном обучении. Когда люди начинают обсуждать всякие вопросы типа искусственный интеллект, не боитесь ли вы развития искусственного интеллекта, что-нибудь в этом роде. И я всегда думаю о том, что весь искусственный интеллект, который сейчас есть, основан, ну, по крайней мере, то, что сейчас активно развивается, оно основано на машинном обучении. И машинное обучение – это, в общем, вот примерно вот эта штука, только в каких-то продвинутых вариантах. И поэтому, если я не боюсь линейной регрессии, то, наверное, мне не стоит бояться искусственного интеллекта. Вот. Значит, смотрите, что здесь произошло. Значит, вот после того, как мы сделали этот фит, у нас вот этот объект Reger, у него оказались записанными разные параметры, которые тут есть. В частности, оказались записаны коэффициенты этой регрессии. О, прикольно. У меня, на самом деле, получилась немножко кривая регрессия, потому что у меня получилась сейчас, кажется, регрессия без свободного члена. Или тут все-таки есть свободный член? Или интерсепт тут есть? А, нет, есть интерсепт. Вот. Короче говоря, у меня сейчас получилась такая модель, что я верю в то, что у меня, значит, вот это самое median value равняется там какой-нибудь beta 0 плюс beta 1 на rm. Вот. Вот. И я получил оценки по данным. Значит, вот они, эти оценки. Вот эта оценка для beta 1 и эта оценка для beta 0. Верю в такую линейную модель. И здесь нарисованы предсказания этой линейной модели, как эти предсказания были получены. Значит, они были получены с помощью функции predict. Значит, метод predict, который применяется к уже обученной модельке, обученному стимейтеру, он получает на вход, опять же, набор точек, в которых нужно делать предсказания. В данном случае я попросил его сделать предсказания на тех же самых точках, на которых он уже был, ну, которые у нас есть в данных, то есть на тех же самых x, на тех же самых значениях rm. И, соответственно, этот самый predict генерирует у меня столбец с предсказаниями. Ну, вот так это выглядит. Это просто numpy array. Вот. Ну, собственно говоря, вот наша первая модель машинного обучения. Ну, естественно, сюда можно засовывать не только те данные, которые у нас были. Сюда можно передать ему на вход любые данные, любые входные. Сейчас. Значит, мне нужно, чтобы это была двумерная штука, поэтому мне нужно делать так. Значит, я хочу, чтобы это был один столбец. Значит, выглядит это будет как-нибудь вот так. Ну, вот я попросил вас сейчас сделать предсказание. Ой, забыл импортировать. Попросил вас сделать предсказание в двух точках. В точке 2 предсказание оказалось минус 16. И в точке 10 предсказание оказалось 56. Ну, понятно, что предсказание минус 16 не имеет никакого физического смысла. Вряд ли есть какая-то недвижимость с отрицательной ценой. Ну, то есть, понятно, что, видим, нет городов, у которых вот этот параметр, который мы используем, обозначение 2. Ну, в общем, окей. Понятно, что линейная модель всегда применима не всюду, а только в какой-то области. Но теоретически можно скормить все, что угодно. Получить какие-то чиселки. Вот. Значит, ну, это была как бы простая история. Давайте сделаем что-нибудь повеселее. А именно давайте возьмем какую-нибудь модель с несколькими предикторами. Можно посмотреть на картинку, пробовать понять, какие лучше работают. Можно просто попробовать запихнуть все или еще как-то. Это отдельная история, которая называется feature selection, выбор переменных, которые вы будете использовать. Но давайте я просто выберу какие-то переменные, которые мне больше нравятся и попробую поставить модель с ними. Ну, давайте я добавлю как-нибудь pupil-teacher-ratio by town. Значит, x у меня сейчас будет that pattern ratio. Маленьким буквам. Давайте оставим этот rm и давайте еще добавим crime уровень преступности. И теперь я могу снова сделать то же самое. Сделать fit. Значит, если я теперь повторю эту картинку, как вы думаете, что я увижу? В чем будет разница между новой картинкой и старой картинкой? Да, здесь что-то такое странненькое получилось. Давайте я вместо этого буду точки рисовать. Смотрите, что получилось. Я сейчас на картинке, я сейчас рисую по-прежнему картинку в осях, что у меня по горизонтали rm, по вертикали, это самое median value. Но при этом на самом деле у меня переменных больше, которые я учитываю. И поэтому на самом деле та функция, которая у меня сейчас получилась, она является функцией от нескольких переменных. И когда я ее рисую вот тут вот, ну, понятно, я для каждой точки рисую предсказания в этой точке, и видно, что, ну, понятно, у меня здесь не получается прямой линии, потому что я как бы спроектировал на самом деле несколько линий на одну вот такую вот ось. Значит, если бы я хотел бы, я могу построить бы там какую-нибудь картинку с плоскостью, которая проходит через соответствующие точки. Но такие визуализации обычно не очень много информации дают по сравнению с двумя армиями. Поэтому я сейчас не буду этого делать. Но, по крайней мере, видно, опять же, что мы, значит, по-прежнему делаем какие-то предсказания. И теперь модель стала сложнее, и предсказания устроены тоже посложнее. Раньше это было просто прямое. Сейчас это уже что-то, что учитывает несколько переменных. Но тоже линейное. Вот. Дальше, естественно, вопрос, который тут возникает, это вопрос, например, какие переменные нужно использовать, какая модель лучше и так далее. И это, на самом деле, довольно тонкий вопрос, и мы про это сейчас еще поговорим. Но давайте я, чтобы у вас не сложилось ощущение, что все машины обучения – это то же самое, это про линейные регрессии, давайте я покажу еще одну другую совсем модель, которая совсем по-другому устроена. Не линейная, а именно модель, которая называется решающий дерево. Значит, давайте я импортирую какое-нибудь дерево. Так, что ему не нравится? А я что сделал? Потому что не 3, здесь нужно было сделать decision 3 регрессор. Вот что нужно было сделать. Значит, в машинном обучении принято такое разделение. Если вам нужно предсказывать какую-то числовую переменную, типа вот как мы сейчас делаем, цена актива, то тогда соответствующие модели называются регрессорами. А если вам нужно предсказывать не числовую, а категориальную переменную, то есть переменную, которая принимает значение значение из фиксированного множества, допустим, хороший-плохой, что-нибудь такое, то тогда соответствующие модели называются классификаторами. Вот мы сейчас используем регрессор, основанный на решающем дереве. И давайте покажу, как эта штука работает. Значит, опять же, я создам этот регрессор. И давайте мы его сфитим на тех же самых данных, которые у нас использовались вот здесь. Значит, давайте я попробую нарисовать сейчас соответствующее дерево. Значит, как-то это там делалось. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут за дерево. Ой, Господи, Боже мой. Ладно, это я погорячился. Это на такое дерево сейчас нам будет долго рисовать. Давайте я сделаю дерево поменьше. Значит, когда мы это дерево создаем, у него можно настраивать некоторые параметры. Давайте я попрошу, чтобы это было дерево глубины не больше трех. Ну, другое дело. Давайте я сделаю картинку побольше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Вот. Нет, нет, мне так не нравится. Я хочу, чтобы она у меня была и была подписывала бы. Фичи неймс равняется. Вот. Смотрите, как устроено решающее дерево. Оно говорит следующее, что оно будет делать предсказания путем задавания вопросов про значение каких-то переменных. То есть в данном случае наш дерево работает так. Оно сначала спрашивает, правда ли, что значение параметра РМ не превосходит 6,941. Если это правда, то мы идем сюда. Если это не правда, то мы идем сюда. Дальше оно спрашивает, например, если мы пошли сюда, оно спрашивает про преступность. Большая преступность или маленькая преступность? Ну и так далее. Значит, на каждом шаге оно задает такой вопрос. И после того, как, ну, в данном случае, после того, как оно сделало раз, два, два шага, после этого, сейчас, раз, два, три шага, значит, после этого оно выдает предсказания. То есть, например, если мы видим, что РМ большой и еще больше, но при этом ПТ-рэйш маленький, то у нас предсказания 45,897. И так далее. Ну вот, в данном случае мы сделали такое не очень глубокое дерево. Но, собственно говоря, давайте построим картиночку какой-нибудь про это дерево. Давайте тоже сделаем картинку точно такую же, как здесь. Допустим, я возьму одну какую-нибудь переменную. Буду строить относительно этой переменной. Но в предсказаниях участвуют все переменные. Значит, я здесь просто заменю Arie, Grim, на 3. Ну вот, видно, что у нас предсказания оказываются вот таким вот кусочно-постоянной функцией. Ну, понятно, что у нас значение этой функции это вот эти вот 8 значений и никакие больше. Соответственно, фактически происходит следующее. У нас все наше пространство всевозможных переменных разбивается в какие-то блоки и в одном блоке предсказание постоянное. Ну, на картинке мы это видим вот таким образом. Можно было построить картинку, где, ну, допустим, если бы у меня было бы две переменных, а не три, то я мог бы построить картинку такую трехмерную и там посмотреть на эти, на, непосредственно, графикную функцию, которая в результате получается. Это какая-то кусочно-постоянная функция. Значит, я не буду сейчас выдаваться в подробности о том, как этот метод работает, то есть, как находятся вот эти вот условия. Это несложный алгоритм, но я просто сейчас не очень хочу про это говорить. Вот. Просто демонстрирую, что бывают разные алгоритмы. В частности, вот эта штука совершенно не является линейной. То, что у нас на выходе получается, это какая-то кусочно-постоянная функция, но она совершенно не является линейной и вся процедура не является линейной. Вот. Соответственно, дальше возникает естественный вопрос. Ну, хорошо, вот у нас есть какая-нибудь там линейная регрессия, вот у нас есть дерево. У дерева там есть какие-то дополнительные параметры. Например, можно настраивать то, насколько дерево глубокое, сколько в нем вопросов задано. И дальше возникает вопрос, ну, а какая же модель самая хорошая, а какой модель лучше всего использовать? И тут мы сталкиваемся с ключевым, на самом деле, ключевой историей, которая вообще такая ключевое понятие, ключевая проблема вот того, что называется построение предиктивных моделей или то, что называется supervisor learning, обучение с учителем. Вот. Это задача оценки качества модели на тех данных, которые эта модель не видела во время обучения. дело в том, что ну вот, если у вас есть что-нибудь типа решающего дерева, то, в принципе, несложно построить такое решающее дерево, которое будет предсказывать, как бы, которое на, если ей на вход подать любой объект из вашего, из вашей обучающей выборки, из вашего исходного data frame, на котором это дерево училось, что оно будет давать там абсолютно точный ответ. оно просто что сделает? Это дерево может сделать такую вещь, поместить, локализовать каждый из объектов и дальше просто запомнить, какие у каждого из объектов были значения соответствующей величины, которые нужно предсказывать. Вот. Но понятно, что мы такое сделать можем, но совершенно не факт, что это то, что мы сделать хотим. Потому что то, что мы на самом деле хотим, это мы хотим, мы не хотим описывать наши данные, как они есть, а мы хотим научиться предсказывать значение целевой переменной для тех данных, которых мы еще не видели. То есть, на самом деле, мы предполагаем, что верно какое-то утверждение, что вот у нас есть какая-то, ну, как бы, что наши данные были сгенерированы из какой-то там случайной величины, из нескольких случайных величин, у которых есть какое-то совместное распределение. И вот мы хотели бы научиться предсказывать, что будет, если мы будем применять нашу модель к каким-то новым данным, которые были получены из того же самого распределения. мы считаем, что есть какая-то реальность, которая нам эти данные генерирует. Мы взяли какое-то количество данных из этой реальности, допустим, какие-то исторические данные, и теперь мы пытаемся сделать так, чтобы модель наша предсказывала бы на, правильно предсказывала, хорошо предсказывала на новых данных. И дальше возникает вопрос, а как бы нам оценить? Вот есть у нас конкретные данные. Как бы нам оценить, насколько хорошо модель будет предсказывать, будет работать не на тех данных, на которых она обучалась, это, как мы видим, в случае дерева сделать легко. Просто нужно сделать достаточно глубокое дерево, которое задает очень много вопросов. А как наша модель будет работать на тех данных, которых она не видела? Иными словами, насколько у нее сильная обобщающая способность. И чтобы ответить на такой вопрос, нам нужно либо собрать больше данных, либо, если у нас больше данных нет, то нужно сделать вид, что те данные, которые у нас есть, что мы часть из них уже собрали, а часть еще нет. И это означает, что мы будем обучаться только на каком-то кусочке наших данных, а проверять на другом кусочке. Это называется, ну, как бы, проверка по отложенной выборке или валидация по отложенной выборке, что-то в таком роде. И в целом есть такая, есть более сложная алгоритма, которая позволяет решить похожую задачу, похожую роду задачу, которая называется кросс-валидацией. Вот. Ну вот, давайте посмотрим, какая из двух моделей работает лучше с точки зрения кросс-валидации. Значит, для этого я сделаю такую вещь. для начала мне нужно разбить мою обучающую выборку на два кусочка. Один называется train, другой называется test. Обучающая выборка и тестовая выборка. Значит, давайте я это сразу сделаю. Значит, я сейчас сделаю немножко вручную. Давайте на всякий случай перемешаем наши данные, мало ли в ком они там порядке упорядочены. Я не хочу, чтобы здесь был какой-то фиксированный порядок. Значит, можно сделать, например, такую штуку. Давайте я начну с… Давайте я весь исходный DataFrame сразу перемешаю. Значит, есть такой метод sample, который позволяет перемешать элементы DataFrame. И давайте я скажу, что я хочу перемешать их все. Давайте я, чтобы было воспроизводимо, давайте я сделаю вот так. перемешать их все. Спасибо. Вот они теперь перемешаны в каком-то порядке. Ну и давайте я возьму, у меня есть 506 строчек, давайте я возьму какую-то часть строчек, объявлю. Обучающей выборкой. Допустим, так. И какую-то часть строчек объявлю. Тестовой выборкой. Значит, у меня теперь в обучающей выборке 354 строки и в тестовой выборке 152. И теперь я сделаю следующую штуку. Я обучу мою модель на одной выборке, а предсказание буду делать по другой выборке. Давайте я начну с... Допустим, с простой модели. Пусть у меня будет простая линейная модель. Значит, игреком у нас является медфу. И с тестом нужно сделать то же самое. Давайте я сразу сделаю вот что. Значит, поскольку я не хочу повторяться, я сразу запишу список тех переменок, с которыми я сейчас работаю. Я запишу их в отдельный массивчик features и буду обращаться вот так к ним. Ну и давайте мы сейчас сделаем фит моей модели. Допустим, обычный хит. Допустим, какой-нибудь регрессии. Фит на Xtrain и Ytrain. И теперь мы можем скормить этой регрессии тестовую выборку. Давайте посмотрим, что все работает. Да, вот смотрите, у нас теперь есть тестовая выборка. И вот я сделал предсказание на этой тестовой выборке. А у меня есть правильные ответы на эти же тестовые выборки. Как бы мне теперь сравнить предсказание с ответами? Я хочу получить одну чиселку, которая будет мерить, насколько сильно расхождение между моими предсказаниями и реальными ответами. Как вы предложите мерить расстояние, мерить ошибку? Разница между коэффициентами бета-2. Вы не знаете, разница между коэффициентами покажет вам, чем отличаются… В смысле, нет, не понимаю. У меня сейчас есть одна модель, я хочу просто померить ее качество. Насколько хорошо она приближает мои реальные данные. Вот я эту модель обучил. И теперь я могу предсказывать, что я ее обучил по трейновой выборке. Там, где она знала правильные значения, правильные ответы. Теперь я ее хочу попросить мне предсказать, сделать предсказание на тестовой выборке и сравнить вот эти предсказания на тестовой выборке с настоящими значениями у на этой же самой тестовой выборке. Значит, я их знаю. Да, хочется сделать что-то типа дисперсии. Ну и на самом деле, да, что такое дисперсия? Дисперсия – это квадрат, что там, сумма квадратов отклонений чего-то от чего-то. Ну и тут, на самом деле, можно сделать ровно то же самое, а именно можно посмотреть на разницу между предсказаниями и реальными значениями. Ну и давайте я все их возведу в квадрат, чтобы избавиться от знака. И посчитаю сумму того, что получилось. Значит, вот эта величина – это так называемая residual sum of squares. И она в какой-то мере показывает, насколько плоха наша модель. Чем больше, тем хуже. Значит, это сумма квадратов ошибок. Вот, ну и давай теперь сравним, например. Ну, можно на что-нибудь поделить, но сейчас, поскольку мы будем работать с одной и той же тестовой выборкой, она не будет меняться в размере, то я ни на что не буду делить. Просто это сумма квадратов ошибок. На самом деле, то, что по-хорошему надо было найти, это р квадрата. То есть надо было поделить эту штуку на дисперсию у. Но не хочу. Значит, давайте сделаем то же самое, только для другого набора фич, например. Что лучше работает? Регрессия по одной перемене или регрессия по нескольким переменам? Давайте я вот что сделаю. Давайте я сейчас просто вот всю вот эту вот штуку запихну в функцию. И давайте посмотрим, что у нас будет хорошо работать в качестве. Значит, какие фичи будут хорошо работать? Значит, например, фича RM дает вот такой вот RSS. Непонятно, большой он или маленький, непонятно, с чем сравнивать. Но, например, я могу ему подсунуть сейчас какую-нибудь другую фичу, посмотреть, что у меня происходит с этой другой фичей. Ну, вот, например, у меня есть какая-нибудь штука, которая дает мне... Ну, вот, например, какая-нибудь переменная H. Давайте посмотрим, это у нас что такое. Значит, пропорция домов, построенных до 40-го года. Давайте посмотрим, как этот H связан с... Что будет лучше работать? Вот эта переменная RM или эта переменная H? Кстати, как вы думаете, глядя на картинку? Значит, вот H, вот RM. Кто лучше справится с задачей предсказания переменной? Ну, да, судя по картинке, похоже на то, что RM. Но давайте посмотрим, правда это или нет. Ну, да, видно, что здесь RSS гораздо больше. Здесь был 7000, а здесь 12000. Ну, хорошо, давайте теперь возьмем и сделаем... Давайте я... Возьму и сделаю вот так. Нет, так не получится. Ну, вот видно, что здесь модель с большим количеством переменных работает лучше, чем модель, которая работает с одним RM. Но при этом теоретически можно было бы даже спрашивать, вот если я выкину какую-нибудь переменную, она станет работать лучше или хуже? Ну, и вообще не всегда очевидно, правда ли, что добавление переменных улучшает качество модели. Допустим, если я выкину какой-нибудь этот такс, что получится? Ну, я стал работать похуже. Да, ну, хорошо. Давайте теперь посмотрим на решающее дерево. Вот у решающего дерева есть такой параметр, как глубина. Ну, вот, например, вот это вот мы сейчас построили решающее дерево глубины 3. Ну, это надо какие-то вот такие предсказания. Но понятно, что чем глубже решающее дерево, тем оно может лучше, как бы тем более сложную картинку оно может выдать. Допустим, решающее дерево глубины 1, оно называется решающий пень. Это такое официальное название. Значит, решающее дерево глубины 1 – это решающий пень. И он выдает нам просто на одном кусочке одно значение, на другом кусочке другое значение. Понятно, что чем больше у нас глубина дерева, тем более сложную функцию мы можем задать. И вроде как тем лучше мы можем подстроиться под наши данные, и вроде как тем качество предсказания должно быть лучше. Но давайте посмотрим, так это или не так. Давайте я вот в эту функцию getRSS, давайте я еще дополнительно скажу, чтобы эта функция могла принимать на вход разные эстимейтеры. Не только для регрессии работать, но и для какого-то другого эстимейтера, например, для дерева. Опять же, поскольку я функцию не хочу менять, давайте я просто скажу вот что. Давайте я здесь вместо regra напишу эстимейтер. И здесь везде буду вторым аргументом передавать ему regra. И теперь я хочу, допустим, сравнить линейную регрессию с деревом, а также понять, какое дерево лучше использовать. Значит, я могу использовать ту же самую функцию getRSS. Допустим, передать тот же самый набор переменных. Но в качестве эстимейтера передать что-нибудь другое, например, дерево. О, прикольно. У нас решающее дерево работает лучше, чем линейная регрессия на этих данных. Это, кстати, довольно нечасто встречающийся случай, когда бы решающее дерево работало бы хорошо. Вот так можно сравнивать качество работы моделей разных моделей и выбирать, какой из них лучше. При этом надо сказать, что деревья и регрессии – это модели, которые работают, которые в какой-то мере более или менее интерпретируемы. А регрессии, интерпретируемые по максимуму, там понятно, что означает каждый из параметров модели. То есть там параметром модели являются вот эти вот коэффициенты. И мы понимаем, что значение этого коэффициента – это вот насколько изменится вот эта величина, если вот эта величина изменится на единичку. Решающее дерево, если оно не слишком глубокое, можно просто нарисовать и посмотреть, как оно работает. Более сложные алгоритмы понять, как они работают, гораздо сложнее. Иногда более или менее невозможно. Давайте вот еще что сделаем. Я сейчас хочу показать некоторые явления, с которыми постоянно приходится бороться. Можно вопрос быстрый? Да. У нас последнее дерево, какая глубина у него, если мы передаем только три? Три. Вот мы передали то самое дерево, у которого глубина была три. Вот ровно то дерево, которое тут нарисовано. Ну, нет, не обязательно ровно это дерево, которое было нарисовано, потому что оно обучается заново. Там мы дерево обучали по всей выборке полной, а в этой функции мы его обучаем только по кусочку выборки, то есть по трейну. Но это дерево, которое устроено так же, как то, которое сверху. Понял, спасибо. Вот, и как раз хороший вопрос про глубину. Давайте посмотрим, как качество модели будет зависеть от глубины. И на самом деле я хочу вот что сделать. Смотрите, я хочу смотреть, значит, я хочу смотреть качество предсказания не только на тестовой выборке. Это вот ровно то, что мы сейчас хотим делать. Но я хочу посмотреть качество предсказаний на обучающей выборке. Значит, давайте мы вернем пару. Давайте я сделаю такую штуку. Поскольку я не хочу каждый раз писать эту строчку, я ее тоже оберну в функцию. Значит, и дальше я сделаю вот что. Значит, это предсказание на тесте. И давайте я начну с предсказания на трейне. Да, сейчас как раз будет плохо, потому что действительно у меня разные размеры трейна и теста. Давайте поделим на n здесь. Тогда это будет не RSS, а MSE. MinScarredError. Ладно, давайте я по-другому эту функцию назову, раз уж пошла такая история. Значит, это пусть остается как есть, а давайте я перепишу эту функцию. Назову ее getMSE. Эта штука называется MSE. Тут будет... Так, а, непонятно, какой такой N. N — это просто длина Y. И я хочу вернуть MSE для теста. И я хочу вернуть MSE для трейна. Так, давайте посмотрим, что получается. Давайте как-нибудь вот этот набор фич тоже как-нибудь обзову. Фичами в этой науке называются переменные стопцы вашей таблички. All features и теперь 3. Да, видите, он мне теперь выдает два числа. Первое число — это вот эта самая средняя квадратичная ошибка на тестовом множестве, на обучающем множестве. А вторая величина — это такая же ошибка на тестовом множестве. И на самом деле я сейчас хочу проверить одну интересную вещь. Вот как вы думаете, что будет происходить с этими двумя величинами, когда я буду менять глубину дерева? Как они будут меняться? Например, что будет происходить с вот этой вот ошибкой, с ошибкой на обучающей выборке, если я буду увеличивать глубину дерева? То есть это означает, что я могу строить более сложные деревья, в которых больше разных уровней. А что будет происходить с этой ошибкой? Она должна уменьшаться. Ну, логично, потому что чем больше у вас свободы в выборе модели, тем больше у вас параметров модели, тем лучше вы можете подогнаться под свои данные. А что будет происходить с вот этой величиной? На самом деле не очевидно, что с ней будет происходить, потому что у нас есть два разных эффекта. Один эффект состоит в том, что мы лучше подгоняемся под данные, а другой эффект состоит в том, что у нас на самом деле теряется обобщающая способность, потому что чем сильнее мы подгоняемся под данные, тем больше мы учитываем конкретно вот те данные, которые у нас есть, а не пытаемся уловить общую закономерность. В пределе мы просто запоминаем те данные, которые у нас есть, и никакую общую закономерность улавливать не пытаемся вовсе. И в этом случае качество наших предсказаний может оказаться маленьким. Давайте посмотрим, как эта штука зависит от глубины дерева. Я для этого напишу такой цикл. Так, ну, глубина, допустим, до 10. И давайте я... Значит, в качестве... В качестве стимейтера я буду создавать каждый раз новый объект, вот такую штуку, Decision3Regressor, и буду ему передавать MaxDepth, которая равняется нашему depth. Значит, у меня получается вот такой код, допустим, AllFeatures, и здесь Decision3Regressor. Так, я что-то, конечно, странненькое написал. Да, получается такая табличка. И давайте мы эту табличку... Я хочу график от этой таблички построить. Давайте, наверное, даже я попробую побольше сделать. Ну, понятно, это практически ничего не меняет. Окей. Давайте я сделаю из этой таблички DataFrame. Что у нас там? Ну, и давайте мы нарисуем картинку от этого DataFrame. Ну, собственно говоря, вот здесь видно, чего у нас происходит. Смотрите, значит, когда у нас растет глубина дерева, train MSE действительно постоянно уменьшается, причем как бы совершенно монотонным образом. Чем больше, тем лучше. Это означает, что наше дерево все лучше и лучше подгоняется под наши данные. А с тестовым MSE, с MSE на тестовой выборке происходит нечто другое. А именно, вот сначала он тоже уменьшается, уменьшается. И это соответствует тому, что наша модель, что сложность нашей модели лучше соответствует тем данным, которые у нас есть. А потом, видите, начиная с какого-то момента, вот начиная где-то с пяти, он, наоборот, начинает увеличиваться. Но он здесь не сильно увеличивается. Он тут потом где-то на каком-то таком уровне и живет. Но вот видно, что здесь есть какой-то этап, когда, во-первых, тестовое MSE перестает убывать, несмотря на то, что трейновое MSE убывает. А во-вторых, что он даже в какой-то момент начинает расти. Вот этот самый момент как раз и называется переобучением. То есть это означает, что ваша модель начинает скорее запоминать данные, чем пытаться вытащить из этих данных какие-то общие тенденции, которые можно было бы использовать для того, чтобы делать хорошие предсказания для тех данных, которых она не видела. Грубо говоря, это соответствует следующему, что представьте себе, что у меня есть студент, и я даю ему задачки для того, чтобы он освоил какую-то тему. Модель машинного обучения устроена так, что сначала после нескольких задач появляется какое-то понимание про то, как эта тема должна работать. А потом, вместо того, чтобы улавливать какие-то общие концепции, значит, моя модель начинает запоминать, как решаются те или иные задачки, просто не пытаясь понять, а как же они устроены. Ну, это некоторые грубые аналогии. Ну, в общем, суть состоит в следующем, что почему неадекватно тестировать модель на тех же данных, на которых она обучалась? Ну, вот, с одной стороны, мы видим это под этой картинке, а с другой стороны, есть, значит, это в какой-то, как бы, такая более привычная нам интерпретация состоит в том, что бессмысленно проводить экзамен по вариантам, которые были заранее слиты, потому что студенты научатся решать, вот, какая-то те задачи, которые есть в варианте, а не освоят материал. Вот, и здесь, в общем, похожая история возникает. Вот, ну, собственно говоря, вот примерно так устроено, в целом примерно так устроен, как бы сказать, самые простые вещи, которые тут вообще бывают, но при этом довольно фундаментальные. Значит, вот у этого понятия переобучения, на самом деле, можно это все математически формализовать, и есть на эту тему некоторая наука, которая позволяет объяснить, откуда это переобучение берется, как его интерпретировать аккуратно. Вот, но, в общем, само по себе, даже на интуитивном уровне, само по себе вот эта концепция, она важна. Вот. Ну, вот, как-то так. Значит, можно еще вот что посмотреть. Можно посмотреть, например, как наша линейная модель будет вести себя на похожем роду задачке, но там мы не можем, там мы не можем увеличивать глубину, но там мы можем, например, добавлять фичи по одной. И можно было бы сделать какую-нибудь такую штуку, скажем. Давайте мы в качестве модели возьмем не Decision 3 Regressor, а Linear Regression. И здесь, значит, мы скормим ему. Здесь мы ему ничего не скормим, а здесь мы в качестве списка фич будем давать, значит, не все, а только, допустим, до it. И у нас будет in range от одной до line all features. Здесь будет и. Давайте посмотрим, как такая картинка будет выглядеть. Значит, добавление новых фич, это тоже в некотором смысле, как бы, это добавление свободы к нашей модели, добавление гибкости к нашей модели. Ну, вот здесь видно, что никакого переобучения не происходит. Значит, мы добавляем, добавляем, добавляем фичи, и при этом добавление каждой фичи делает модель чуть лучше, ну, хорошо, здесь есть фичи, которые довольно бесполезны, вот, например, вот эта вот фича ничего нам не добавила, никакого качества. Вот, но никакого явного переобучения здесь не происходит. Но это потому, что сами по себе линейные модели достаточно простые, и, в общем, они не так сильно переобучаются. Но если бы у нас было бы еще больше фич, то могли бы начинать с какого-то момента начать переобучаться, вполне возможно. Ну, вот такая вот история. Есть ли какие-нибудь вопросы? Так, ну, хорошо. Ну что, прям совсем нет вопросов? Еще раз рассказать, почему, чем отличается тест МСЕ на картинке от трейн, МСЕ, почему там... На этой? Да, да, да. Ну, смотрите, что здесь происходило. Значит, вот как мы их оцениваем? Мы сначала обучаемся на трейне, а потом вычисляем МСЕ и на трейне, и на тесте. Значит, что это означает? Это означает, что когда мы вычисляем МСЕ на тесте, тест — это просто кусок выборки, который наша модель не использовала на этапе обучения. И это означает, что она не может его, как бы, ну вот, очень легко научиться выдавать очень хорошее качество предсказания для тех данных, которые модель видела. Ей достаточно эти данные просто запомнить и выдавать правильные предсказания. А тех данных, которые в тесте, модельная в этапе обучения не видела. Ей приходится вот просто угадывать. И это уже гораздо более сложная задача, которую невозможно решить тем, что вы просто хорошо запомните вашу обучающую выборку. И та разница, которую мы здесь видим, она как раз в этом и состоит. Что у нас качество предсказания на трейне постоянно падает, потому что мы делаем, ну, как бы, мы делаем дерево более глубоким, более глубокое дерево может задавать больше вопросов и выдавать, ну, как бы, ну, вот представьте себе, что я бы решал бы, давайте я такую картинку нарисую. Вот представьте себе, что у меня есть, допустим, данные, которые устроены вот так. Нам не видно, простите. Значит, у меня есть данные, которые устроены так. Вот, допустим, у меня просто один признак, один X, и у меня есть мой таргет Y. И данные устроены таким образом. Допустим, у меня есть точка здесь, точка здесь, точка здесь. И, допустим, что на самом деле данные генерируются так. Они просто берутся из... Берутся из... Ну, окей, давайте я сделаю их чуть-чуть похитрее. Пусть они будут как-нибудь вот так вот устроены. Устроены. Например. Значит, у нас есть какая-то более-менее линейная зависимость на самом деле. И плюс какой-то шум. То есть мы добавляем к каждой точке напрямую, добавляем какую-то случайную величину, либо вверх, либо вниз ее сдвигаем. И тогда, если у нас, например, наша модель машинного обучения, наше, допустим, решающее дерево, имеет маленькую глубину, допустим, модель, имеющая глубину 1, получится просто вот так. Вот она будет как-то разделить эту выборку и будет выдавать, допустим, вот здесь вот средняя по одному кусочку выборки в качестве предсказания, а здесь средняя по другому кусочку выборки в качестве предсказания. А если у модели... Значит, вот это вот картинка, которая соответствует глубине 2. А если у модели есть очень большая глубина, то она нам будет выдавать какое-нибудь вот такое предсказание. Ну, то есть здесь у меня, точнее, даже не 2, а 1 глубина. Здесь глубина 1, и вот здесь вот это дерево, оно устроено просто так. Вот давайте считать, что здесь у меня, допустим, значение 5. Здесь она устроена так, x меньше 5. Ну и дальше, в зависимости от этого, она выдает, допустим, либо 2, либо 3. Допустим, здесь 2, здесь 3. А очень сложное дерево будет устроено как-то по-хитрому. Она будет устроена, ну, вот как-нибудь, как-нибудь вот так. Вот так надо будет устроено. Ну, почему я рисую такую картинку? Ну, потому что у нас дерево может быть устроено так. Оно спрашивает, допустим, правда ли, что x меньше 5. Если нет, оно спрашивает, правда ли, что x меньше 3. Если нет, оно спрашивает, правда ли, что x меньше 1. Ну, и дальше, допустим, выдает вот здесь единицу. Здесь она выдает. Потом она может спрашивать еще что-нибудь. Допустим, правда ли, что x меньше 4. И здесь она может выдавать, допустим, 0.8. Ну, и так далее. То есть за счет того, что у нас дерево глубокое, у нас вот этих вот точек, в которых оно меняет свое значение, у нас очень много. И за счет этого мы можем сделать вот такую вот кусочную постоянную функцию. Но при этом вот эта вот кусочная постоянная функция, которая тут возникнет, на новых данных она будет работать хуже, чем вот эта более простая функция. Ну, пока, мере, такое возможно. Ну, почему это так? Ну, потому что, например, вот эта точка случайным образом очень сильно отклонилась от той линии тренда, которая у нас есть. А у нас во всех близких точках будет предсказываться именно она. Ну, потому что дерево так работает. Вот. Поэтому идея просто запомнить все данные, она, как правило, не очень хорошая, потому что она как раз приводит к тому, что вы начинаете запоминать не реальный закон, по которому эти данные построены, а как бы вот какую-то шумовую компоненту. Ну, и, собственно говоря, это ровно то, что мы видим на картинке. И вот в этот момент, когда увеличение глубины перестает приводить к улучшению качества предсказаний на той выборке, которую модель не видела, вот это как раз с этим связано, что мы начинаем запоминать какие-то случайные флуктуации в данных, которые не несут никакой информации про те похожие данные, которых эта модель еще не видела. Вот как ответил или не очень? Ну, да. А если мы возьмем какую-то одну глубину, то тест выше? Ну, значит, у нас всегда будет ошибка на тесте, скорее всего, будет выше, чем ошибка на трейне, ну, потому что трейн — это вот ровно те данные, на которых мы обучались, и понятно, что вот мы под них подстраивались, и поэтому ошибка там будет, скорее всего, ниже, чем ошибка на тестовых данных, которых мы еще не видели. Грубо говоря, оценка за контрольную, которую студент заранее видел, будет всегда лучше, чем оценка за контрольную, которую студент заранее не видел. Пусть она даже и похожа по задачам. Вот. Ну как? Сейчас стало понятнее, что есть модель, и две линии как бы отображают данные одной модели. Да, ну как бы, смотрите, у нас здесь есть три типа объектов. Первый тип объекта — это как бы алгоритм машинного обучения. Вот, например, алгоритм — это, допустим, решающее дерево. Или алгоритм — это линейная регрессия. Дальше есть конкретный алгоритм с конкретными, вот как говорят, гиперпараметрами. Например, решающее дерево, у которого заранее задано то, какая у него будет глубина максимальная. Дальше у нас, после того, как у нас есть вот эта штука, после того, как мы ее обучили на каких-то данных, то есть сделали вот этот фит, вот эту штуку сделали, мы как бы построили уже совсем конкретное дерево, вот расписали, в каких точках оно будет, какие вопросы оно будет задавать про датасет и какие предсказания оно будет делать. Или, например, если говорить про линейную регрессию, то мы нашли коэффициенты этой линейной регрессии. То есть после того, как мы сделали фит, наш эстимейтер фактически становится просто функцией, которая нам x превращает в y. и вот на этой картинке происходит следующее. Мы зафиксировали тип модели, мы меняем какой-то параметр, в данном случае мы меняем глубину и смотрим, значит, одну и ту же мы обучаем модель одного и того же типа с разными глубинами, но каждую из них мы обучаем так, мы обучаем на обучающей выборке, а потом тестируем двумя разными способами. Тестируем на обучающей выборке и тестируем на тестовой выборке. Получаем два разных результата. Вот они соответствуют двум разным линиям на этой картинке. Еще вопросы? Самое загадочное, что здесь происходит, это вот этот самый фит. Но фит для каждой модели устроен по-своему. Например, для линейной регрессии это просто минимизация суммы квадратов отклонений. То есть минимизация, мы подбираем значения коэффициентов, чтобы вот эти числа бета-0 и бета-1. Таким образом, чтобы вот эти самые наши MSE или RSS, чтобы они были минимальными. Ну а для решающего дерева там по-другому алгоритм устроен, но я сейчас не хочу про это говорить. Так, ну что, еще вопросы? Ну, хорошо. Ладно, все тогда на сегодня. Спасибо. Можно еще один вопрос? Количество моделей, которые вообще есть, оно как-то уже зафиксировано? Или как бы модели появляются новые постоянно? Ну, я думаю, что пока я читал эту лекцию, кто-нибудь уже написал очередную статью про какую-нибудь очередную нейросетевую архитектуру, которая позволяет предсказывать чего-нибудь почему-нибудь чуть-чуть эффективнее, чем предыдущие. Но, в принципе, на самом деле работа дата-сайентиста, который занимается непосредственно, ну, такого, я бы сказал, исследовательского дата-сайентиста, как раз состоит в том, чтобы придумать такую модель, которая бы работала лучше всех. А именно это можно делать, используя готовые модели в качестве таких кирпичиков. Вы можете собирать более сложные модели, всякие ансамбли собирать. Вы можете подбирать параметры у имеющихся моделей. Вы можете придумывать, как создавать новые фичи. То есть вот у вас есть какие-то данные, но вы можете теоретически добавить какие-то новые столбцы в вашу таблицу. Например, взять, вот у вас есть там столбец какой-нибудь, столбец какой-нибудь. Вы берете, добавляете их в произведение. Ну, потому что считаете, что какая-то зависимость лучше описывается через это произведение, а не через каждую из переменных в отдельности. Вот, ну, в общем, вот как раз примерно в этом состоит задача построить хорошую модель. Эти модели могут быть сколько угодно замысловатыми. Ну, и плюс, ну, как бы идеи, как правило, одни и те же. Ну, там все используют сейчас регрессии или какой-нибудь XGBoost или что-нибудь в этом роде. Но конкретная реализация, конечно, конкретный способ применения к конкретным данным – это вот такая вот исследовательская задача. А есть другая исследовательская задача – это прямо вот придумывать новые алгоритмы. Но это уже совсем такая академическая деятельность. Вот. Ну, что, еще вопросы? Хорошо. Ну, ладно. До свидания тогда. До завтра. Спасибо.